Телеканал Самара ГИС совместно с ветеринарным центром Флагман Вет продолжают уникальный проект «Зоопатруль». Мы рассказываем о животных, попавших в непростые ситуации, и о людях, которые им помогают. Съемочная группа нашего телеканала выезжает вместе со спасателями, а также навещает четвероногих друзей, проходящих лечение. В Самаре есть люди, которые никогда не пройдут мимо кошки или собаки, если им нужна помощь. Бездомному животному не только дадут крышу над головой, но и окажут медицинскую помощь, проведут курс реабилитации и постараются найти новую семью. За 9 лет работы сотрудники центра Флагман Вет спасли сотни животных, сотни приютили. В этот раз «Зоопатруль» расскажет о собаках, лишившихся лапы из-за ранее возникшего воспаления, и не выживших бы на улице без медицинской помощи. Это вот он маленький, да? Это вот, наверное, первая осень. Он крупный очень такой. И вот он. Тут плохо видно в домике. Это вот он тоже вот. Вот он первый год, он еще маленький. Вот как он у нас даже лежит иногда. Жительницы Самары Елена и Вероника показывают фотографии любимого дворового пса Феди. Почти два года с самого рождения щенка люди заботились о нем и его маме, собаке. Вместе с добродушным Федей росли дети, жители двора, играли с собакой. Но неожиданно со всеобщим любимцем случилось несчастье. Мы не знаем, то ли его, может быть, кто-то отравил, то ли... Ну, я сняла клещей с него, вот, три клеща. И буквально вот сразу он в этот же день стал вот у нас болеть, резко стал. Ну, вот у него пошел отек ноги. Мы его завели в подъезд, он в подъезде пришел, в подъезде лежал у нас, вот. А потом вот ребята приехали. Служба спасения ветеринарного центра оперативно отреагировала на просьбу о помощи и прибыла на место. Пса Федю они обнаружили, свернувшимся в клубок и забившимся в угол от боли в подъезде. Рана на его лапе сильно кровоточила. Собаку погрузили в машину и отвезли в госпиталь ветеринарного центра. А к моменту прибытия обнаружили, что лапка лежит отдельно. Она уже была отмершей и просто отпала. То есть эта часть ноги, она просто перестала кровоснабжаться по каким-то причинам. Естественно, лапа просто отсохла. Ему предстоит операция по ампутации, потому что оставлять такие культи ни в коем случае нельзя. Нужно отрезать полностью. Собака должна учиться ходить полностью на трех ногах. В госпитале пес получил новое имя – Ваня. Сейчас он проходит необходимое лечение, в том числе для того, чтобы заражение не распространилось дальше на весь организм. И готовится к операции. Это еще раз говорит о уникальной способности к регенерации и к выживаемости у собак в первую очередь. Потому что, конечно, проходить около недели, на мой взгляд, с этой травмой, с серьезной кровопотерей, остаться живым и иметь перспективы к тому, чтобы выжить – это, конечно, уникальный случай. На данный момент пациент стабилизирован. Проведены все необходимые манипуляции, которые нужны для того, чтобы провести операцию по ампутации. Перепередать Фёдору и другим простынки, лекарства, корм. Если что-то нужно, нам тогда еще позвонить. Конечно, мы сюда не будем к телу. Мы дальше привезем к телу. Так что мы его ждем. Ждем, чтобы все нормально. Операция пройдет. Будет учиться ходить на трех лапах. На трех лапах ходит и собака Милка. Другой пациент ветеринарного центра со схожей историей. Она поступила в госпиталь с тяжелой травмой. Некроз поразил заднюю лапу до костей. Развивался сепсис. Чтобы сохранить собаке жизнь, потребовалось переливание крови. Но поврежденную лапу пришлось ампутировать. Сейчас Милка здорова и осваивает новый способ ходьбы. В ветеринарном центре надеются, что операция Феде тоже пройдет успешно. И он также научится ходить на трех лапах. Совершенно не чувствует себя никакой инвалидности. Вот ее история закончилась так, именно благодаря тому, что помощь была оказана экстреброй. Собаки отлично живут на трех конечностях. Потерять заднюю конечность, если уж выбирать из двух зол, лучше, чем переднюю. Это меньше влияет на двигательную активность, на скорость передвижения. Желающие стать хозяевами собак или кошек могут связаться с сотрудниками ветеринарного центра «Флагманвет» по телефону 8 961 387 93 12. Они расскажут и научат, как ухаживать за четвероногими друзьями. В рамках проекта «Зоопатруль» корреспонденты телеканала «Самара ГИС» вместе с волонтерами выезжают туда, где четвероногим друзьям человека требуется помощь и показывают, как спасают животных. Стоит помнить, за жестокое обращение с братьями нашими меньшими грозит уголовная ответственность. Максимальный срок наказания составляет 5 лет лишения свободы. Редактор субтитров А.Семкин